В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Возле Дворца Спорта Видное прошел смотр техники МБУ Дорсервис. Для того, чтобы посмотреть и личный состав, который обеспечивает и уборку дорог, и внутридворовой территории. В муниципалитете начался осенний призыв. Мы всегда задания выполняем. Уверена, что выполним и в этом году. Новый проект Подсолнух стартовал в Центральной районной библиотеке. Создавался он буквально на коленках дома. Идея пришла моментально. На площадке возле Дворца Спорта Видное прошел смотр техники МБУ Дорсервис. Глава муниципалитета лично проверил, готовы ли коммунальщики к зиме. Осмотрела автопарк предприятия и наша съемочная группа. На ежегодном смотре предприятие Дорсервис представило технику двух своих подразделений. Дорожного хозяйства и благоустройства. Самосвалы, автогрейдеры, погрузчики, тракторы. Всего свыше 50 единиц. Глава муниципалитета лично проверил, готовы ли коммунальщики к зиме. Давайте так договоримся. Как мы в прошлом году делали, в случае автопарк и большого количества снега, у нас запас техники должен быть по тем предприятиям, которые мы всегда привлекаем. В подразделении дорожного хозяйства в зимний период задействовано 43 единицы техники, которые работают практически в круглосуточном режиме. Много и такой, что была приобретена совсем недавно. Например, для уборки внутриквартальных территорий и проездов. В этом году были закуплены малая механизация, такая как снегороторы. Вы их можете увидеть. Они уже отработали у нас начало зимы. Также были закуплены бензощетки. Это подметальное такое устройство. Для уборки снега с автодорог используется более крупная техника. К примеру, такие лаповые снегопогрузчики. Работают они совместно с автогрейдерами. При ширине снежного вала 1 метр такой лаповый снегопогрузчик за 5 минут может собрать около 20 кубов снега. Предприятие позаботилось и о закупке реагентов. У нас есть запас песко-соляной смеси в объеме 5000 тонн. До конца года будет закуплено еще 4000 тонн. И в течение зимнего периода еще 3000 тонн. Соответственно, общий объем составит 12000 тонн. Общее количество машин, запланированное к работе в зимний период, 98 единиц. Но так как на осмотре было представлено только около 60% всей техники, глава муниципалитета принял решение провести еще один смотр в самое ближайшее время. Для того, чтобы посмотреть и личный состав, который обеспечивает и уборку дорог, и внутридворовые территории, и посмотреть малую механизированную технику. И мы договорились, что мы еще посмотрим, какую технику и какое количество людей подготовили наши управляющие компании. Валерий Вензель подчеркнул, что грядущей зимой коммунальщики должны обеспечить на территории муниципалитета качественную уборку не только центральных дорог, но и внутридворовых проездов и тротуаров. С этой целью было закуплено дополнительно еще 9 единиц техники, поставку которых ожидают в ноябре. В Ленинском округе начался осенний призыв, который продлится до 1 января. Десяткам новобранцев предстоит посетить военкомат, чтобы пройти медицинское обследование и предстать перед призывной комиссией. На первом заседании призывной комиссии побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Пагасиан. К призыву новобранцев в Ленинском городском округе подходят с особой ответственностью. Наш муниципалитет всегда находится в лидерах по выполнению плана. В этом году в армию от округа должны пойти 100 молодых людей. Как наш военком говорит, кто работает, тому и дают повышенные нагрузки. Мы всегда задания выполняем. Уверен, что выполним и в этом году. Ребята все идут с желанием служить в армии. Самые здоровые и сильные духом физическое состояние юношей проверяют члены медицинской комиссии. Здесь работают терапевт, хирург, окулист, отоларинголог, психиатр. Кстати, задача последнего – определить моральные качества новобранца. По жизни, как они, где учились, что закончили, какие жалобы у них есть сами. Они предъявляют, не предъявляют. Обязательно спрашиваем приводов в полицию были. В основном настроены на армию. В первый день осеннего призыва молодые люди испытывают волнение. Пойти в армию – ответственный шаг в жизни каждого мужчины. Чтобы понять, в какие войска направить того или иного призывника, опытные члены комиссии задают новобранцам множество личных вопросов. От их ответов зависит то, каким для ребят станет ближайший год службы. Например, для тех, у кого есть дети или одинокая мама, предусмотрены поблажки. А некоторые изъявляют желание продолжить в армии заниматься делом, на которое до этого учились. Будь то повар, водитель, железнодорожник или медработник. Закончил медицинский колледж Российской экземии медицинских наук. Планировал пойти в медицинскую часть, продолжить данную деятельность. Так как работаю сейчас еще. Не хотелось это все запускать. Другие же ребята идут в армию просто ради отметки в военном билете. Для работы в будущем пойдет. Год где-то просижу. Может, что-то поделаю. Осенний призыв продлится до 1 января. Комиссия будет заседать два раза в неделю. Во вторник и четверг. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно ТВ. В Подмосковье проходит декада милосердия, посвященная Международному дню пожилых людей. Она проводится под патронажем Министерства социального развития Московской области. В рамках нее организовывается большое количество благотворительных акций. В том числе и в Ленинском муниципалитете. Теперь занятия в творческих кружках Центра Веры станут еще содержательней. В качестве подарка от сообщества предпринимателей сюда передали несколько упаковок 3D-ручек – популярного прибора, позволяющего создавать трехмерные объекты. Председатель торгово-промышленной палаты Ленинского муниципалитета Владислав Рымша уже давно является одним из попечителей Центра социального обслуживания Веры. Мы помогаем регулярно и сами помогаем, и помогаем по просьбам организации. Поэтому отношения уже сложились достаточно давно. Конечно, задачи торгово-промышленной палаты немножко заключаются в другом, но мы всегда рады помочь таким организациям, как Центр Веры. Не отстают от предпринимателей и школьники. Вместе с 3D-ручками в Центр Веры прибыла большая коробка с надписью «Поможем детям вместе». Наши друзья, видовская гимназия, провела на базе своего учреждения благотворительную акцию «Помоги собрать ребенка в школу», в рамках которой были собраны канцелярские товары и другие предметы, необходимые для обучения в школе. Собранные ребятами принадлежности будут распределены по семьям с небольшим достатком. В рамках декады милосердия запланировано проведение еще нескольких благотворительных акций. Врач – это не просто профессия, а целая миссия, ведь ему доверяют самое дорогое – здоровье. О том, как проходит прием в Володарской амбулатории и каким медицинским оборудованием она оснащена, расскажет наш корреспондент Анастасия Воронина. Ежедневно в Володарской амбулатории врачи принимают около 30 пациентов. Самым популярным специалистом является, несомненно, терапевт. Ну, учитывая, что сейчас будет сезонность, то, конечно, будет ОРВИ, пневмонии будут, потому что зарегистрировано, учитывая сезонность. Больше, конечно, жалоб со стороны гипертонии, сердесосудистой патологии, ну и выявление сахарного диабета. Запись к врачу осуществляется по телефону или через интернет. На сегодняшний день амбулатория работает без выходных и располагает несколькими специалистами в разных направлениях – окулист, гинеколог, стоматолог, эндокринолог. Я каждый год прихожу здесь к врачу, я стою на учете к онкологу, к эндокринологу, и мне выписывают анализы, я сдаю, видно. Вот, врачи внимательные. Вот, я, ну, довольна, что принимают, и не так большая очередь. Несколько раз в год амбулатория выделяет специальные дни для диспансеризации. А пройти плановый осмотр, как один из посетителей Иван Щеглов, можно в любой день. В рабочее время необходимых специалистов. Очень любезные люди, как бы очень внимательные своим пациентам. А прием детей до 18 лет осуществляется в педиатрическом отделении, расположенном в соседнем корпусе. Посетенные пашалки. С каждым годом Володарская амбулатория, благодаря помощи со стороны Видновской поликлиники, становится более современной и оснащается самым необходимым оборудованием. Здесь уже есть новая стоматологическая установка, препараты для физиотерапии, комната дневного пребывания и многое другое. У нас сейчас есть электронный, так скажем, отоскоп, который мы, в принципе, можем использовать для неотложной помощи. Сейчас у нас в наличии аппарат УЗИ, и мы готовим под него кабинет. Будет у нас лицензирование. В будущем Володарская амбулатория планирует увеличить количество аппаратов ЭКГ, приобрести специальное оборудование для окулиста и расширить границы специалистов. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Гелена Кошелева. Видное ТВ. Новый проект «Подсолнух», автором которого стала видновчанка Марина Малова, призван нести творчество в массы, а именно позволит заниматься изобразительным искусством всем, кто давно этого хотел. Первое занятие, которое прошло в Центральной районной библиотеке, посетил наш корреспондент Дмитрий Книга. В Центральной районной библиотеке одним клубом по интересам стало больше. Инициатором нового проекта под названием «Подсолнух» стала видновчанка Марина Малова. Она всегда занималась творчеством и любила рисовать. А находясь в декретном отпуске, решила объединить таких же молодых мам в скетч-клуб. Сдавался он буквально на коленках дома. Идея пришла моментально. И, собственно, как только я выложила в интернет запрос «Ребята, кто хочет прийти порисовать», буквально в течение некоторого времени подтянулось очень много людей. Среди тех, кто откликнулся, была Марина Андрианова, заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки. Так была найдена площадка для реализации задуманного. Теперь по выходным дням можно собираться вместе и посвящать время скетчингу. Если люди захотят собираться каждую неделю, мы будем собираться каждую неделю. Если захотят раз в месяц, пока раз в месяц. Потом как пойдет. Если нас будет больше, мы можем даже разделить это на какие-то группы, может быть, возрастные. Посмотрим. Скетчинг – это техника быстрого рисунка, с помощью которой можно передать эмоции и атмосферу изображаемого объекта. Достаточно взять так называемый референс, фотографию, и по ее образу и подобию передать на бумагу свое видение. А помогут в этом профессиональные дизайнеры, выпускницы Московского регионального социально-экономического института. Нужно потихонечку развивать мышление через руку. Это очень важно. Мы будем заниматься еще набросками, еще заниматься скетчем помимо акварели. И будем потихонечку достигать желаемых результатов, потому что девочки уже наметили себе планы, хотят максимально развиться. Я думаю, что у нас все получится. Познакомившись, участники скетч-клуба начали первое занятие с рисунка акварелью, так как эта техника – одна из самых сложных. Если освоить ее, проблем с остальным возникнуть не должно. Да, есть люди, которые не умеют рисовать, но всегда хотели. К нам тоже очень много приходит людей, которые говорят, мы всегда хотели рисовать, но надо было зарабатывать деньги. И мы поэтому пошли на какую-нибудь экономическую специальность или еще куда-нибудь. Но нам так хочется рисовать. Мы их зовем, приглашаем к нам. Пожалуйста. Всю информацию о скетч-клубе и времени занятий можно найти на странице проекта в Инстаграме «Подсолнухскетч». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok